Доброе утро! Путь в кино для Ольги Кабо начался в 15 лет. С тех пор она снялась в 40 фильмах, сделав один перерыв на три года. Результат этого плодотворного перерыва перед вами. Такая юбочка, ленточка в косе, кто не знает Танечку, Таню знают все. Девочки встали в круг, как танцует Танечка. Лучше всех подруг, кусается и юбочка, и ленточка в косе. Все глядят на Танечку, радуются все. Отлично. Молодец. Танечку теперь знают все, а всех остальных присутствующих представит ее мама Ольга Кабо. Оль, пожалуйста, познакомьте. Это крестная мама Танечки, моя лучшая подруга Алена. А я хочу забыть мамку, сколько тебе ели? Очень много. Это моя любимая мамочка Танечкина бабушка и идейный центр нашего женского коллектива Аида Николаевна. Все самые близкие, родные. А это собачья мама. И главная пекинез Несси, как ее бабушка называет, она называет ее интерьерной собакой. Аида Николаевна, вы здесь как мать матерей, настоящих и будущих в том числе. Значит, у вас самый большой опыт в воспитании тех и других. Ну, если так можно сказать. Вот скажите, как и чем отличается первичный опыт воспитания дочери от последующего воспитания внучки? Полностью отличается. Потому что когда Оля была моей маленькой девочкой, дочерью, я работала. И работала я все время. Мне некогда было вообще воспитывать свою дочь. Я к ней приходила в 10 часов вечера после работы. Она меня ждала полчаса. У нас было времени, чтобы пообщаться. Мне даже некогда было ее ругать. Где вы работали? Я работала на телевидении. Так что, сами понимаете, что там каждый день это с утра до вечера. А с девушкой вот с этой вот мы каждый день вместе. И каждый день я решаю проблему воспитания. Как ее воспитывать. Так что совершенно разные два понятия. На самом деле, я тоже помню детские воспоминания, что мама все время была на работе. И я звонила и говорю, мамочка, ну когда же ты придешь? Ну приходи, зачем же ты меня бросаешь? И мама мне всегда говорила спокойно, что я приду, не волнуйся. А я ее все время ждала. И вот это детство у меня в ощущении ожидания мамы. Оль, а ваши слезы, накопленные от разлуки с собственной мамой, никак не сказались, когда вы выбирали такую же судьбу для своей дочери, становясь актрисой? Ну я ее не убирала так, чтобы выбрать, что я буду отсутствовать дома. Ну просто мне очень хочется, чтобы Таня уважала меня так, как я уважала свою маму. Потому что, когда я приходила на телевидение и заходила в этот огромный холл центрального входа, там была доска почета. И мамина фотография всегда встречала меня около этой доски почета. Потом мы с ней шли по этим длинным-длинным коридорам. Мама мне всегда рассказывала, что здесь снимался фильм про Штирлица. И с мамой все здоровались, все с ней здоровались за руку. И я видела, каким она уважением пользуется на работе. Поэтому я всегда очень гордилась, какая у меня мама. Эта Николаевна, кем вы работали на телевидении? Судьба меня бросала на этом телецентре. В конце я работала уже начальником АТК. Это очень неблагодарная работа. То есть вы сегодня гарант качества? Да, да, да. Я думаю, что меня очень не любили на телецентре. Потому что кто же любит человека, который все время предъявляет претензии? Я эту работу не хотела, потому что, понимаете, предъявлять претензии все время людям, это страшно. А поскольку мы были все принципиальные, независимые, то, в общем-то, и выполняли честно свою работу. Поэтому, когда я приходила домой, добрее меня дома не было. Потому что это такой был контраст. Суровая такая женщина на работе и мягкая, нежная дома. И сейчас я плачу долги дочери своей. Ей же не хватает времени. Поэтому я добровольно плачу долги. Уже сейчас, за всю эту прожитую жизнь. Аиде Николаевна отдает сейчас Татьяне. Оль, ну у вас сейчас копится, соответственно, перед собственной внучкой. У меня копится, потому что я сейчас в такой же ситуации, как мама была, когда я была в возрасте Танечки. У меня огромное количество работы. И вот после трех лет перерыва, когда я сидела с Танюшкой, действительно, на меня обрушился просто шквал предложений, от которых... Конечно, можно, Танечка. Спрашивает. Бабушкина воспитание. Не могла отказаться от такой интересной работы. И теперь Танечка сначала, она плакала и очень переживала, когда я уходила на работу. А теперь Танюшка меня целует, говорит, как она сильно меня любит. Обязательно советует мне, чтобы я не заблудилась на сцене. И чтобы я не упала, не сломала ножку. Потому что очень часто за кулисами темно, споткнулась. И она изучает всегда все мои синяки, которые я приобрела на работе. Кстати, как у детей, психология и логика одинаково развита. Это в отличие от разговора, но тем не менее, письмо пришло в передачу, где мама пишет на путствие дочери, когда уходит на работу. Дочери пишет, мама, работай хорошо, от подружек не отставай, а то заблудишься. Танюшка, а ты мне что говоришь, когда я ухожу на работу? Мама! Мама! До свидания! Таня, давай сейчас пирожное не ешь только, Таня. А это горечь разлуки. Таня заедает пирожное, иначе просто невозможно. Таня, не салфетки. Скажи, что ты мне обычно говоришь. Мама, до свидания! Я тебя очень люблю. Осталось бы сказать, что я тебя целую. Пока, до свидания. А когда я возвращаюсь, я спрашиваю, мамочка, ну как, режиссер тебя сегодня не ругал? Ты громко говорила? Я сказал, что Серано до Бержерака, когда я смотрел это. Расскажи, иди скорей, скорей, скорей. Серано до Бержерака, я смотрел. А кто это такой, Серано до Бержерака, это кто? Это Серано, который писает Оксане стихи. Так, садись вот сюда на коленку, на стол, не садись, так, и что он делает? А Кристиан, он писает стихи, Оксане своей, еще Кристиан глупый, а он думает, как его Оксана полюбит, если он такой глупый. Таня, а мама-то там что делает твоя? А мама говорит, Оксану. Я вас люблю! Чудесное начало. Я тоже слушаю, любя. Я вас люблю! Ну, дальше. Только мало. А как вы любите? Я так люблю тебя. Ах, так? Ну, как же это? Очень. Я чувствую, что я тебе люблю. Но ведь язык любви не точен. А как вы любите? Ох, ну, дьявольский люблю! Как остроумно. Но сушение так обольстительно. Что с вами, Кристиан? Александр, я отчаясь, Кристиан. Придумайте что-нибудь свежее. Вдохновленное великими стихами Александра Сергеевича Пушкина, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Программа «Пока все дома» обо всем ниже следующем может сказать в том же духе. Пока все дома не сдается, но угол иногда сдает. Вы сами знаете, кому. Оттелло, что с тобой? Пора обедать. Все собрались и гости ждут тебя. Прости меня. Ты говоришь так тихо. Ты нездоров? Да. Голова болит. Все от того, что ты не досыпаешь. Присмотревшись к жизни артистов, программа «Пока все дома» авторитетно заявляет. Немало мы видели мастеров устраивать семейные сцены. И хоть исполнены эти сцены были с блеском, но исключительно в переносном смысле. А вот чтобы перенести сцену к себе домой, докапитально устроить ее в самом центре квартиры, такого мы еще не видели. Скажите, то, что в вашем доме есть малая сцена, это чья инициатива? Там даже контуры Большой театр, только без коней. Это либо Большой театр, либо Порфенон. У нас классика, у нас дома везде классика. Моя Танечка, еще ей не было трех лет, она пришла на премьеру спектакля театра «Армия» с Купой. Танечка сидела очень смирно, оживала, когда мама появлялась на сцене, бабушка ей приготовила контейнеры с печеньями, конфетками, чтобы отвлечь ее внимание. И вдруг, когда занавес закрылся, я услышала истошный плач моего ребенка, который кричал, что «Бабушка, ну почему мама от меня за занавесом спряталась?» Значит, я выбежала к ней, взяла ее на руки, но когда она пришла домой, я сказала «Бабушка, я хочу сцену и занавес, за которыми я буду прятаться». Но занавес мы еще не успели сделать, а сцена есть. Расскажите о том, что это за квартира. То, что мы видим, совершенно не соответствует тому, где на самом деле мы находимся, потому что если бы все вошли в подъезд, все наши миллионы зрителей... Квартира обычная. Наша квартира, мы сделали здесь ремонт. В скольки этажном доме? В пятиэтажном. В пятиэтажном доме без лифта. Поэтому, когда мы решили немножко здесь преобразовать все, вот мы так решили, что бабушка у нас была и прорабом, и дизайнером. И Оля замечательная, друзья, и все меня любят. Иногда я не могу найти ту или другую свою подругу, и звоню домой, могу, мы чай пьем, беседуем. И в подтверждение того, что у нас такое женское братство, недавно Алена мне позвонила, говорит, Оля, что-то вот мне грустно, давай встретимся. Я говорю, Аленка, ну приходи. Говорит, только извини, пожалуйста, мне нужно мебель передвинуть. Она говорит, нет проблем. Три часа ночи. Бабушка с нами посидела, покурила. Мамочка. Покурила, мы пообщались, мама научила нас. Жизни, очередные нам путь. Сказала, что мы все не так делаем, не так понимаем. Попрощалась и пошла спать. Мы с Аленой. Водушевленные. Бабушкиным напутствием ночным. Стали двигать у меня. Они всегда слушают меня. Всегда слушают? Да. Вообще говоря, что чем чаще двигаешь мебель, тем как бы обновляешь не только квартиру, но и свое ощущение жизненное. Я, допустим, если не могу заснуть, я переворачиваюсь в другую сторону головой и засыпаю. Я была уверена, что мы, вот наше поколение, умело дружить, а что вот это поколение не может. У нас есть пример. Вот это дружит. Вот Катя дружит просто потрясающе самоотверженно. То есть для друг друга они готовы на все. Вы знаете, мы познакомились действительно при очень странных обстоятельствах. Я приехала отдыхать в Ялту. У меня было два или три дня между съемками. Я приехала со своей подругой, однокурсницей. И мы очень хорошо повеселились вечером. И вот это, как дома отдых актера-то называлось, да? И там очень была злая консьержка, она не пускала никого в корпус опоздавших после 11. И мы через окно решили полезть. А окно было на уровне второго или третьего этажа. Ну, в общем, все прошли. А когда я делала этот шаг, там надо было сделать шаг. Там подходила эстакада к третьему окну как раз нашего корпуса. И была шахта такая каменная. Знаете, как между домом и насыпью, да. Когда я сделала шаг, моя подружка однокурсницей вдруг мне сказала «ГАФ!» И это был роковой ГАФ. Потому что я упала в эту шахту. Потом я ничего не помнила. И Алена первый раз появилась в моей жизни, как сестра милосердия. Потому что она как-то еще... Мы не были так близко знакомы, но она сказала, что я поведу тебя в больницу, в медпункт. Давай, я хромала, мне больно ходить. И Аленка меня выводила на пляж, чтобы я хоть как-то искупалась, позагорала. Потом приводила обратно в гостиницу. Так что как-то обычно такие курортные дружбы, наверное, быстро забываются. А мы приехали в Москву, и с новой силой вот наша дружба уже лет 15, наверное, даже. А на чем она держится? Здесь, когда столько работы, когда маленькая дочка. Она держится на безумной вере друг в друга. Потом, ну действительно, мы друг друга никогда... Мы даже ни разу не поссорились, наверное, в этой дружбе. Мы даже умудрились родиться друг за другом. Я 28 января, а Аленка 29 января. Поэтому мы начинаем праздновать в ночь 27 на 28 день рождения, а заканчиваем уже в ночь 29 на 30. Так что мы, наверное, безумно похожи. Она очень профессиональный человек. Она работает в Театре Ленинского комсомола. Немножко как бы из-за кулис смотрит нашу творческую жизнь, потому что Алена Помреш, ассистент Марка Анатольевича Захарова. И отношения ее ко мне складываются еще, наверное, не только вот на такой дружбе, чисто женской, а еще и на том, что она очень профессиональна и требовательна относится к актерам. Потому что если я куда-то опаздываю, она всегда говорит, Оля, тебе главное вот это. Оля, не забудь это. Если мы куда-то выходим в свет, она всегда чувствует, где камера. И она всегда говорит, Оля, тебе нужно здесь дать интервью. То есть это человек, на который я могу полностью положиться. Я влюблен. В сияние ваших глаз. В запах ваших волос. Хотите быть первой в фрейлиной двора? Ваше Величество, обещайте мне принять господина Герстнера. Как можно быстрее. Это важно всей России. Да, да, конечно. Завтра же я приму этого. Я сделаю для тебя все. Божественное. Ну, хорошо, хорошо. Успокойтесь, миленький. Но завтра же господин Герстнер должен быть во дворце. Хорошо? Завтра же. Завтра же. А сейчас в шахматы тысячу партий. Я согласна. Но завтра же, ваше Величество. Завтра же. Прелестница. Господи, помочь теперь мне. Идеи были, как у действительно из этой маленькой квартиры сделать, ну, большее пространство. Как бы идея общая. Это изо всех сил везущая в гору ввоз семейной жизни программа «Пока все дома». С прицепом. Вы смотрите программу «Пока все дома», которая без малого десять лет держится исключительно на честном слове. Сегодня это слово молвит Ольга Кабо. Я не королева. Но я более счастлива, чем если бы была ей. А все-таки вы влюбились в меня с первого взгляда. Я хочу сказать тебе одну вещь. Ты какой серьезный вид. Слышишь? Я ее жить-то только начала со вчерашнего дня. Зато программа «Пока все дома» не вчера родилась и понимает, что зрители ждут от нее продолжения знакомства с домашними Ольги Кабо. Очень захотелось мне собаку. Я говорю, мам, хочется собачку. Мама говорит, ну, куда еще собачку? Кто с ней будет гулять? Я. Я буду гулять. Только я. Кто будет за ней ухаживать? Я. Я же было 20 лет. Это не просто так. Это уже взрослая, сознательная младевушка. Я ей поверила. Естественно, как в очередной раз. В очередной раз. И мы приобрели маленького пекинесика. Она была маленькая, ну, такой комочек, шерсткий, такой пушистый. А почему пекинесика именно? В московской квартире не хотелось иметь большую собаку. А вот что-то такое уютное, сказочное, хорошенькое, трогательное. Лысых собачек Олей не любит. Лысых, я говорю, все пушистое, мягкое такое. И мы пришли, значит, вечером с мамой приехали с этой собачкой и ждем папу. В ужасе. В ужасе. Потому что папа был категорически против любого животного в нашем доме. что в нашем доме даже кактусы не растут. Их некому. Их некому. Ну, конечно. Папа пришел, сначала, значит, был взрыв, а потом он увидел вот действительно этот трогательный комочек и сказал, ну так, дорогие женщины, гулять я с ней не буду. Папа гуляет с ней каждое утро. И каждый вечер. И до сих пор. И до сих пор. Вот наш папа. У нас замечательный дедушка, замечательный папа. И очень жаль, что вы его не видите. Где же они все вышеперечисленные-то? Да. Но дедушка абсолютно стеснительный, что ли. Вот бывает, да, мужчина стеснительный. Он сказал, ни в коем случае он не будет на этой съемке. Я его уговаривала. Вот с дочерью своей. Ну ты можешь вот посидеть вместе с нами? Ну вот просто так. Он говорит, просто так, сколько хотите. Но чтобы нас видели все остальные, я не могу. Кто по профессии? Ну он инженер в прошлом, научный такой руководитель тоже в прошлом. Он далек очень от искусства. И нам приходилось все время его притягивать к нему. Он практически с Олей ни разу никуда не выходил. Он стесняется. Папа очень скромно всегда радовался моим достижениям. Но сейчас его стало больше беспокоить, потому что фамилия одна. И он либо радуется, либо переживает, потому что у каждой профессии есть свои сдержки. И когда после очередной какой-то статьи не очень приятной папа вдруг очень сильно расстроился, я ему сказала, папочка, единственное, что я могу тебе предложить, смени фамилию. Второй этаж. двести третий номер. И будь умницей. Ну, хорошо. Хорошо. Тридцать тысяч. Пятьдесят. Ты хочешь ее у меня типа перекупить? Угу. Ну, ладно. Сто. Ну, мне же как-то неудобно, да, предлагать? Вы помните, какие надежды на вас возлагались? Я помню, что меня хотели научить всему сразу. Вот я и чувствую. У меня было такое насыщенное детство. Я, наверное, практически много лет в школьных своих провела после школы в дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. Я там занималась во всех кружках которые только возможны. И гимнастикой, и современными бальными танцами, и художественным словом, и в студии космонавтики. С отличием окончил лжевой уголок. В общем, да. Главное для бабушки было, чтобы я не гуляла во дворе. Не для бабушки, а для мамы. Для мамы, да. Чтобы я не гуляла во дворе или меньше гуляла, чтобы у меня был расписанный день. Папа же очень хотел... Который у тебя разрешался гулять? Вообще не было. Я очень была занята, потому что после дворца пионеров я ехала в музыкальную школу. А после музыкальной школы мне нужно было с папой позаниматься английским, потому что папа очень хорошо знает английский язык, и он считал, что я тоже должна его знать. Поэтому весь день был расписан по секундам, уроки я делала в метро и успевала все. А юные ценители прекрасного как же пытались? Это вообще законно. Это я о одноклассниках, которые уже тогда ценили красоту и наверняка пытались позвонить или прислать разные письма. Что-то я не помню, да. У нас некогда было. То есть такая форма изоляции дочери. Но она немножко не так рассказала, потому что в принципе, в принципе, я сделала в своей жизни одну ошибку, а может быть и нет. Значит, я мечтала, чтобы она была пианисткой. И на это была нацельна вся моя жизнь. Я ее отвела в консерваторию, в музыкальную школу при консерватории. И она стала там серьезно заниматься. У нее было два преподавателя. Пятый, шестой класс. Это серьезный тренаж был, муштра. То есть когда-то изнеможение падал один, тут уже вступал второй. Да, совершенно верно. Но я видела, что вот девочка в 12-13 лет, вот у нее скучное выражение лица. Вот чем дальше, тем скучнее, скучнее, скучнее. И я поняла, что вот это ее не привлекает, а я всеми силами, то есть все было для нее сделано, консерватория вот уже рядом была. И вдруг после шестого класса я сказала, все, Оля, уходим. Вы сказали сами. Да, не я сказала. Не, забыла все. И она, как раз, перестала заниматься, меня очень сильно заставляли. Мама! Урю! Мама! Ой! Что тебе нужно? Мне нужно кровать! Ну, представь себе, мне тоже! Что происходит? Мамочка! Мама! Она после шестого класса ни разу не села за фортепиан. А седьмой, восьмой класс она ничем не занималась, вот кроме Тюма. И мы не знали, куда она пойдет. Тюма – театром юных москвичей. Для меня увлечение театром юных москвичей, где у нас были замечательные педагоги. Один из них был Виктор Анатольевич Шендерович, который только закончил ГИТИС, и он преподавал у нас сценическое движение и был озарен своей профессией. Виктор Анатольевич тот самый? Виктор Анатольевич Андрович тот самый, да. Но я его до сих пор называю по имени-отчеству, потому что для меня он тогда был светом в окошке. Он нас так зарядил любовью к творчеству, к искусству, к театру, что я до сих пор, наверное, вот на этом кураже от него, на этом заряде энергии до сих пор вот живу, потому что то, что было изначально в меня вложено, это был театр юных москвичей. Она приходит однажды ко мне и говорит, мама, я хочу поступать в театральную школу. Я была поражена, и вот тут у нее засветились глаза. Я говорю, иди, потому что до этого было очень сложно. И она пошла и поступила с первого тура. И уже сама документы из педшколы, из английской, из одной из лучших, она просто забирает их и звонит мне по телефону, а я в это время занята работой. Она говорит, мама, я забрала документы из педшколы. Я помню, как я прокричала, как они смели без моего разрешения тебе их отдать. После театральной школы это было среднее образование, да? Да. Это был 9-10 класс школы при Щепкинском училище. Нас готовили к поступлению в театральный вуз. И было время проверить себя, правильно ли сделан выбор. В 15 лет я снялась в первом своем фильме на Одесской киностудии в постановке режиссера Ярослава Лупия «И повторится все». Фильм прошел очень средним экраном, но вот это название «И повторится все» оно как бы озарило все мое будущее, потому что после 9 класса еще фильм, после 10 класса я сразу же поступила в АГИК в мастерскую Сергея Федоровича Бундерчука Ирины Константиновны в Скопцевой. И как-то вот, знаете, я часто обсуждаю со своими близкими, что мне так все очень легко в жизни давалось и дается. То есть я никогда не задумывалась о чем-то очень серьезно, никогда не приходила никому дорогу, всегда вот жила так, как живется, и все шло мне в руки. И это ощущение такого какого-то творческого полета, оно до сих пор вот меня ограждает от каких-то неуверенностей, от каких-то злословий, наверное, или недоброжелателей, потому что вот я лечу на этом вихре, на этом шквале, всегда завалена работой, ролями, и как бы я очень счастлива. Это съемочная группа. Фантастика. Там все наши. Я об этом уже и не мечтала. Нас ждут. Вперед. Я боюсь. Там высоко. Ты же хочешь стать звездой? Да, конечно, но это как-то неожиданно. Звезда. Это всегда неожиданно. Летим. На этом программа «Пока все дома» покидает дом родной Ольги Кабо. И на неделю становится программой безопределенного места жительства. Но так как мир не без добрых людей, у них и встретимся в следующее воскресенье. Субтитры подогнал «Симон»